Девочка Валерия запевняет, что секрет ее чудовой формы – йога. Подивимось, как она занимается. Здравствуйте, Валерия. Ой, привет. Здравствуйте, снова рада вас видеть. Будем заниматься с вами йогой. Каждое утро начинается с йоги. Если у меня нет времени, скажем, на полноценные занятия, то все равно я делаю хоть что-то. Но коврик у меня всегда с собой. Мы сейчас попробуем что-то самое такое простое, какие-то элементарные асаны. Вы понимаете, что йогой я не занимаюсь. Но это не важно. Все еще в будущем. Начинается занятие, то есть самая простая поза, поза горы. Это тадасана. Можно его поправлять? Конечно. Извините за фамильярность, ничего личного. Вот это вниз, а вот это вверх. В какой-то момент йога вас так захватила, что вы, даже приходя с концерта, ночью, пока Иосиф спал, вы занимались йогой, когда-то Иосиф проснулся и сказал, что вы сумасшедшая, что так нельзя. Да, но он мне такой часто говорит. Стоит разочек себе дать поблажку, думать, а я сейчас просто не выспалась. Или еще там, я не знаю, времени нет, я сейчас очень тороплюсь. Все, дальше у нас как-то мы так устроены. Все сразу начинают наши мозг, так сказать, лазейки. Ой, завтра я что-то тоже не могу. И после чего-то тоже я очень сильно взгляну. Я не могу поверить на вас, что вы можете лениться. Потому что вы такой организованный человек. Нет, я могу сказать, что от природы вообще человек ленит. Даже Иосифа заставили преодолеть лень. Вот пока мы занимаемся йогой, ходит по беговой дорожке. Когда мы идем в спортзал, он же везде со мной. Он всегда меня сопровождает здесь-всюду. Ну уж если он идет со мной в зал, ну что ж, он будет просто так, чтобы ходить. Ну он же, ну, пусть он стоит на дорожке, с телефоном будет. Но Иосиф заметно похудел. Ну, мог бы, конечно, лучше. Но у вас здесь трудно. У вас здесь такая кухня, столько соблазнов. Так что я тебе виновата. Когда мне говорят, йога, ну что там это? Это, наверное, знаете, медитация, там в астрал ушел и все. Это силовая тренировка. К примеру, ваша коллега Мадонна практикует йогу как духовную практику. Но еще занимается и хореографией, и на тренажерах. Для вас йога – это единственная нагрузка? Нет, не единственная нагрузка. Я регулярно хожу на веговой дорожке. Я не люблю бег. Обязательно пресс качаю по утрам. Это просто святое. Десять минут просто сползая с кровати, сразу переползаю на кубик. Вот я качаю пресс. Еще до того, как вы начали практиковать йогу, у вас была хорошая растяжка. И на шпагат его в клипах. А сейчас вы на шпагат садитесь? Конечно, сажусь, но это вообще абсолютно не сверхзадача. После йоги по традиции чайпитие. Вы заражаете вот этим своим умением, да, и вы уже научили не одну телеведущую. Ксения Собчак начала заниматься йогой. Благодаря вам это правда? Да, мы с ним уже снимали программу в Сочи, помнится, дело было. Это же замечательно, если люди стремятся к совершенству. То есть, понимаете, какие-то новые цели, какие-то новые эмоции, новые краски в жизни. Это же здорово. У вас тоже может появиться новая краска в жизни, например, политическая. На последних президентских выборах поддерживали Владимира Путина. И одной из первых приехали в его предвыборный штаб даже еще до объявления результатов выборов. Вам министерский пост не предлагали взамен за такую яркую поддержку? Нет, ну зачем мне такую? Я вообще, если что-то делаю, делаю абсолютно искренне, я чувствую сердце. А лаверды мне делать не надо. Не надо. Стать в роментарии. Ну, не паси бог вообще. Это никогда в жизни. Это не мое. Ну, понимаете, сидеть в доме вот это вот. Это невозможно. Они же там спят. Мы как-нибудь, смотрим, самим так. Мучительно скучно. Нудно. Я не смогла бы ни за что. То есть, Пригожин за меня идет. Может, у него получится. Вы бы Пригожина за себя отправили. А он бы, я думаю, с удовольствием. Он бы, я думаю, что у нас за себя покупали. Ну, нет. Если я до сих пор не пошел, значит, все-таки не хочет. Вы очень следите за питанием. Потому что я помню, когда мы в прошлом году, ровно год назад, встречались с вами в Праге, меня тогда поразило, что вы за завтраком на большом фуршетном столе вам абсолютно ничего не подошло. Вы очень избирательны. Я, в принципе, всеядна абсолютно. Ну, я стараюсь питаться правильно. Я полноценно обедаю. У меня нет каких-то запретных продуктов совершенно. Я просто не ем вечером, не ужинаю. После концерта я никогда не ужинаю. Если вдруг мы едим куда-то с друзьями, ну, не будешь же сидеть белой вороной или, знаешь, тренировать свою силу воли. Я начну противопоставлять себя всем остальным. Вот вы едите такие плохие. Я все-таки такая правильная. Если вечером я ем только белок, ни с чем его не смешивая, ну, допустим, я могу есть просто креветки какие-то на гриле, или там кусок рыбы и просто зеленый чай. Ты вроде в процессе, ты вроде ешь сидишь вместе со всеми. Фигура от этого не страдает. А к чему вы неравнодушны? Вот в какой неправильной пище? Мы всем выросли на жареной картошке. Вот это то, что я просто обожаю. Причем я вспоминаю, как же меня родители кормили. Это же просто преступление. Знаете, это вот маленькому ребенку, когда мы с садика приходили, вот там в 5 лет, и мне говорят, ой, любимое блюдо, жареная картошечка, причем на сливочном масле. Для меня растительного масла вообще не существовало. Что это такое растительное масло? Так, чтобы она еще плавала в этом маслеце. А потом еще этим и хлебушком в этом маслеце. О, нет слов. Я даже не помню, когда я ела жареную картошку. Вы не можете себе позволить. Ну, я могу себе позволить. Мне это так редко происходит. Потом, чтобы она была такая же вкусная и домашняя. Еще, чтобы эта картошечка с помидоркой была сольной, именно как вот мама делала, меня до сих пор надеет. Прямо сейчас мы как-то уже не едим. Она порой даже обижается. Мне прям привезла, и что же у вас стоит? Там эти две-три культовые банки стоят, стоят, и что же вы их до сих пор не съедите? Я даже понимаю, что соль задерживает. Ну, уже как-то... 20 лет будет талон красоты на эстраде постсоветского пространства всего. Ну, спасибо. И все эти 20 лет вас не устают спрашивать о секретах красоты. Я не выкурила ни одной сигареты в своей жизни. Я абсолютно равнодушна к алкоголю. Вот. Это уже многое. 20 лет так я точно занимаюсь ежедневно. То есть в разный период я занималась разными видами фитнеса. В наше время большинство и киноактрис, и телеведущих, и эстрадных исполнительств прибегают к инъекциям красоты, к ботоксу. Потому что морщины появляются. Ну, и это уже скорее не что-то сверхъестественное, а обычная косметологическая процедура. Теоретически я не против ботокса. Но мне кажется, когда артист этим пользуется, то замораживается мимика. Вот у меня, у меня, ну, только у меня пленечка. У меня морщится лук. Ну, пусть он морщится, да? Когда я смеюсь, у меня, конечно, лучики. Но они у меня есть, они есть у каждого человека. Как у меня косметология сказала, она говорит, вообще, на самом деле, лицо морщин бывает только у даунов. Да, потому что никаких эмоций. То есть, это вообще морщины говорят о нашем богатом внутреннем мире. Вы никогда даже не пробовали, даже не пытались. Я пробовала, вообще в микродозах. Во-первых, я всего боюсь этого. А больше еще всего боится этого мой муж. Надо видеть, как мы ходим к косметологу просто даже на обычную какую-то вот... Вы вместе ходите к косметологу? Мы везде вместе ходим. Начнем с этого. И даже к косметологу. Я просто его выгоняю, конечно, с кабинета во время процедуры. Нам что там сидеть. Но просто он сто раз спросит. А вы сейчас что будете делать? А вы сейчас будете мазать? Это что сейчас? Он так боится, что мне кто-нибудь навредит? А массаж? А какой это будет массаж? А вы не растянете там кожу? А вы там это не сделаете? У него просто, я не знаю, в этом смысле патологическая какая-то реакция. А то у меня же в доме еще мужчины, мои, подрастающее мое поколение. Они мне конкретно сказали, мама, если ты когда-нибудь что-нибудь с собой сделаешь, с тобой общаться не будем. Это Арсений мне сказал. Арсений? Арсений младший? Он мне поставил, если ты когда-нибудь с собой что-нибудь сделаешь, сейчас ты будешь говорить о том. Недавно Арсений победил в конкурсе молодых музыкантов в Испании. И сейчас, можно сказать, что, я думаю, вы уже задумываетесь о музыкальной карьере Арсения. Он должен сам заниматься своей карьерой. В смысле, он должен совершенствоваться своей профессией. Он должен играть лучше всех. У вас сейчас выявлялись пять дней выходных, и вы улетаете в Дубае. У вас там квартира. У нас квартира, но мы ее пока сдаем. Наверное, на следующий год все-таки будем обживать. Квартира в элитном доме возле Марины Дубаи? Да, у других и нет. Хорошие апартаменты. Три спальни, с своим пляжем, с спортивным залом. Кругом, конечно, ресторан, магазин. Все очень красиво, достойно. Но сейчас мы просто едем в гостиницу на пять дней всего. Смотришь. Это книжка, которая у меня недавно вышла, называется «Йога с Валерией. Секреты красоты и струйности». Ну да и так, красивая и струйная, но просто, чтобы такое оставаться, всегда нужно работать. Спасибо, Валерия. Мы с вами увидимся на дне рождения Иосифа. Конечно, я в этом не знаю. Я кого-то обнимаю, я играю, закупаю с ним. Я глаза не открываю, вижу снова мы с тобой летим. Выше звезд не обладает.